Законопроект о финансировании правительства Соединенных Штатов был принят буквально накануне шатдауна. Теперь очередное время X отодвинуто до 8 и 22 марта. То есть принятый документ вовсе не означает, что переговоры между республиканцами и демократами по бюджету завершены. Так получилось, что тема переговоров сейчас актуальна также для двух ведущих азиатских экономик Японии и Китая. Причем результаты этих процессов будут иметь непосредственное влияние как на валютные курсы Форекса, так и на котировки сырья. В Японии сегодня высказался очередной финансовый политик. На этот раз глава Центробанка Коцууэда. Он скептически отнесся к устойчивости японской инфляции и ее скорого достижения целевого 2% уровня. Правда, глава регулятора больше надежды возлагает на итоги переговоров по заработной плате. Но их результаты будут известны только к началу апреля, поэтому иена сегодня снова обесценилась до отметки 150,60 и тем самым поддержала позиции доллара. Надеются на переговоры также инвесторы крупнейшего китайского застройщика Country Garden. Свой иск они подали в суд Гонконга, который месяцем ранее уже принял решение о ликвидации компании Evergrande. А в целом, по данным Reuters, уже около 20 китайских застройщиков, зарегистрированных в Гонконге, объявили дефолт по долларовым облигациям. Учитывая, что сектору недвижимости в китайской экономике отведено более 25%, новый иск только ухудшит ситуацию. И это подтверждают и опубликованные сегодня отчеты. Официальные данные снова показали слабую производственную активность в Поднебесной. Февральский индикатор упал до отметки 49,1 пункта. Таким образом, его снижение продолжается уже пятый месяц подряд. В то же время, данные от частного аналитика компании Taishin China, наоборот, зафиксировали рост до 50,9 пункта. Причем, показатель идет вверх уже четвертый месяц подряд. А его февральское значение отметили самые высокие темпы с августа 2023 года. Оказались противоречивыми экономические отчеты, опубликованные сегодня в еврозоне. Предварительный уровень потребительских цен снизился в феврале до 2,6%. Но при этом он оказался немного выше рыночных ожиданий в 2,5%. И пока еще намного выше целевых 2% для Европейского Центробанка. При этом базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты и сырье, тоже упала до 3,1%. И тоже оказалась выше рыночных прогнозов на уровне 2,9%. Тем временем в еврозоне был зафиксирован спад безработицы, что говорит об укреплении рынка труда и исключает рецессию. Эти данные работают на стороне тех политиков Европейского Центробанка, которые предпочитают подождать до середины года, прежде чем оценивать снижение ставок. Ожидается, что на своем заседании 7 марта регуляторы оставят свои монетарные настройки без изменений, но внимание рынка будет обращено на любую информацию о сроках снижения процентных ставок и новых экономических прогнозах. Да и рынок скорректировал свои ожидания в отношении регуляторов еврозоны и Соединенных Штатов и тоже видит сроки первого снижения ставок только летом. Особенно после вступления главы ФРС Атланта Рафаэля Бостика. Политик вновь призвал рынки к терпению и подтвердил свой прогноз, согласно которому Федрезерв начнет снижать ставку только летом. А его коллега Лоретта Местер из Кливленда по-прежнему ожидает только три снижения ставки в текущем году. И Местер, и Бостик имеют сейчас право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке. Истребенные высказывания американских политиков и слабая иена уже поддержали сегодня индекс доллара, который к началу американской сессии поднялся в район цены 101,14 пункта. Причем гринбек имеет шансы завершить пятницу еще выше, так как его рост могут спровоцировать, например, публикации в Соединенных Штатах индекса менеджеров по закупкам или данные о настроениях потребителей и инфляционным ожиданиям. И, соответственно, евро, который сразу после публикации данных ушел вверх, рискует поменяться направлениями с долларом. Хотя инфляция в еврозоне показала несколько иной результат, чем рассчитывали инвесторы, тем не менее темпы ее роста все же замедляются. Так что крайне маловероятно, что единая европейская валюта вообще сможет вырваться из диапазона 1,0800-1,0860, в котором она провела всю неделю. Как видим, накануне курс пары снова протестировал нижнюю границу этой зоны. И в случае стабилизации цены под этой критической линией поддержки евро рискует попасть под еще большие распродажи. До тех пор сценарий отскока цены в направлении границы 1,0850 останется актуальным. Но, судя по спекулятивным скачкам цены, амплитуда между 1,0800 и 1,0850 скоро завершит свое формирование. Нефть после вчерашнего провала ниже 82 долларов сегодня восстановилась и продолжает торговаться несколько выше 83 долларов за баррель. А учитывая некоторое ослабление американской валюты, черное золото, скорее всего, будет пытаться подрасти до 84 долларов за баррель. То есть диапазон марки Brent теперь выглядит еще шире и находится в границах 81,08 и 83,08. Но именно поэтому котировкам нефти уйти выше вряд ли удастся. Скорее всего, после тестирования зоны у отметки 84 доллара на графике начнется постепенный разворот в направлении 81 доллара за баррель. Тем более, что, несмотря на локальные всплески активности, по большому счету, каких-либо радикальных изменений все-таки нет. К началу американской сессии котировки Brent все еще держались в пределах амплитуды 81,83,5 доллара за баррель. Также не удалось пока развить свой вчерашний успех и российской валюте. И сегодня доллар смог не только подняться, но и закрепиться выше 91 рубля. Тем не менее, стоит учесть, что до недавнего времени американская валюта долгое время торговалась в диапазоне от 92 до 93 рублей. А укрепление российского рубля в некоторой степени оказалось довольно быстрым. И хотя макроэкономические данные выглядят очень даже неплохо, выступать действительно веской причиной для роста рубля они не могут. Так что рынок, скорее всего, попытается обосноваться в диапазоне от 91 до 92 рублей за доллар. А район 90-90,5 выступает в качестве опоры, на которую ориентируются покупатели. Таким был первый торговый день весны 2024 года. Желаем вам прибыльного завершения недели и ждем ваших вопросов и комментариев под этим видео. Инстафорекс работает для вас. Будем на связи и до встречи!